В Железинском районе продолжается активная реализация национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. В текущем году помощь от государства в виде грантов на сумму до 1 миллиона тенге получили 17 молодежных бизнес-проектов. В Железинском районе притворяется в жизнь множество государственных программ поддержки начинающих и действующих предпринимателей, что позволяет жителям в полной мере реализовать свои бизнес-инициативы. Так, в рамках национального проекта в районе предусмотрено 24 гранта на общую сумму 33 миллиона тенге. На сегодняшний день уже получили 17 грантов. Также планируется до конца года выдача 7 грантов в сентябре месяце. Основными получателями грантов являются у нас переселенцы с южных регионов, прибывших по квоте, инвалиды, малоспиченные граждане-получатели, адрес социальной помощи и многодетные семьи. Все выданные 17 грантов основное направление является сельское хозяйство, но также имеющие услуги, это предоставление услуг маникюра, массажа, открытие кафе. Благодаря поддержке от государства в райцентре открылись две новые торговые точки с быстрым питанием. Основная доля покупателей, конечно, молодые парни и девушки. Как поделился один из предпринимателей, первой идеей было открытие игрового клуба, но впоследствии они передумали. Мы посетили карьерный центр, их работники нам сильно помогли, рассказали о всех возможных мерах поддержки. Нас заинтересовал национальный проект по развитию предпринимательства. Нам все объяснили, что нужно делать, как создать бизнес-стратегию. В итоге у нас все получилось, и мы получали грант на 1 миллион 380 тысяч тенге на открытие своего дела. Одним из особенных проектов, получивших грант от государства в текущем году, стал массажный центр в селе Башмачное. Открыла его совсем недавно Сандуга Шадильбаева, после переезда из Туркестанской области. Училась на массажиста девушка в Шемкенте, и там получила свой первый опыт работы. Я делаю много видов массажа, общей точечной головы, спины, стопы и против остеохондроза. Также присутствует огненный и тайский массаж в одежде. Особый упор у меня на детские виды процедур. Это массаж при дисплазии тазобедренных суставов или кривой шеи. Есть комплексные работы в методах лечебной физической культуры. Массаж является лучшим способом для снятия стресса и напряжения. В маленьком селе данные необычные услуги очень востребованы, и у предпринимательницы уже есть постоянные клиенты. Мы недавно начали ходить на массажные процедуры. Сейчас уже начали второй курс. На моем ребенке они отражаются хорошо, помогают его маленьким плечам и ножкам. До начала массажа у него были проблемы с пятками, но после первых сеансов появились положительные результаты, и сейчас все неплохо. Также в Железенском районе действуют и другие процедуры по поддержке как предпринимателей, так и молодых сельчан. Это социальные и субсидируемые рабочие места, молодежная практика, первое рабочее место и контракт поколений. Ермик Сапаров, Алексей Мехедов, Ертезакпарат из Железенского района.